В Ивановской области началось внедрение универсальных электронных карт. О том, что из себя они представляют и для чего нужны, журналистам рассказал начальник регионального управления информатизации. Карта станет единым источником информации о гражданине и объединит в себе полис медицинского страхования, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, социальную и банковскую карты. Универсальная карта станет ключом для взаимодействия с электронным правительством. Ее обладатели получат доступ к государственным и муниципальным услугам. Если объяснить просто, приходит гражданин в регистратуру, подает документ достоверяющей личности, или полис, или паспорт, или еще что-то. Происходит набор на клавиатуре фамилии, имени, отчество, особенно если там фамилия и имя, отчество Иванов Иван Иванович, год рождения, место проживания. То есть это все занимает определенное время. Хотя вроде как регистратура электронной должна была быть все быстро, но взаимодействие все равно через человека. Универсальная электронная карта приложила к коридору, все. Человек идентифицирован. Подать заявление на оформление карты пока можно только в Иванове. Чиновники обещают, что вскоре принимать заявки будут во всех муниципалитетах области. В областном центре пока работает только три пункта подачи заявлений. В дальнейшем их количество будет только увеличиваться, они будут располагаться во всех городах Ивановской области, то есть не только в городе Иванове, но и в районных центрах. Чтобы гражданам было удобно получать универсальные карты, не надо было далеко ехать. Изготавливать карту будут не менее 30 дней. Хотя пока механизм не отлажен, может потребоваться и большее время. А вот когда можно будет ей воспользоваться, ответа нет. Точно сроки, к сожалению, назвать не могу, так как процесс завязан не только на один орган власти. Да, вы сами понимаете, что это большой объем учреждений, но он будет максимально быстро проводиться в любом случае. Чтобы карта заработала, в учреждения должны появиться ридеры, то есть читыватели информации. Приобретать их к муниципальным властям и организациям придется самостоятельно за свой счет.